Какую угрозу, например, для дальнейшей судьбы Карабаха, так сформулируем, может представлять политический вакуум, который в Армении потенциально может появиться? Ситуация крайне нестабильная и в контексте еще и ситуации, скажем, в Соединенных Штатах, на ваш взгляд, насколько это существенные факторы сегодня. После всех этих уже событий, после того, как состоялась договоренность на высоком уровне между Москвой, Баку и Ереваном 9 ноября, вдруг возникают такие инициативы, в кавычках, так это назовем, со стороны того же Никола Ваваевича Пашиняна, который мало того сказал, что он там якобы ничего не подписывал и всю эту бумагу можно порвать, которая была согласована ночью с 9 на 10 ноября, но более того, он сказал о том, что теперь главной задачей для него и, соответственно, как бы для Армении и для всей армянской диаспоры по всему миру является признание Карабаха. А что будет в мире в целом в рамках формате международной обстановки, с учетом того, что и США скоро очнутся, проснутся после своей пересменки в Белом доме, а что в мире-то будет после того, как если вдруг Армения выступит с такой инициативой. Я думаю, что надо учитывать, что такое может произойти и ситуация эта достаточно непростая. И США, на мой взгляд, в целом США, независимо от конкретного президента, там Трамп или Байден, а в целом вот США как таковые, они не оставляют своего проекта по признанию вот этой площадки в виде Карабаха, неважно какая часть от него останется, для того, чтобы уже постараться переформатировать ситуацию в свою пользу, для того, чтобы контролировать этот регион. Армянское лобби по всему миру, оно будет активизироваться, в том числе после выборов в Конгресс США, там тоже выборы состоялись, там тоже есть проармянские силы, сонный Джо, так называемый, проснется. И поэтому мы должны учитывать, а какая реакция международного сообщества будет на все происходящее? Конечно, влияет все. Влияет и американский выбор, влияет и Париж, влияет и Германия, которая сегодня не особо проявляется. И влияет точно так же на локализацию ситуации та же Армения. Как бы это хочется признавать или нет, но еще раз я говорю, если все эти три страны, я почему все время исхожу из соглашения, потому что в основе того, что происходит, три подписи. То есть все должно сейчас, если Россия пытается вести ту политику, чтобы продемонстрировать свою силу, и не важно даже сейчас, это в тандеме с Турцией, не в тандеме и так далее, должно быть четкое соблюдение этого соглашения, четкое. Должно быть, как говорится, принуждение к миру, той же Армении. То, что касается, что говорит Пашнян, он уже целый год, он может говорить сегодня одно, на следующий день другое. Это все популизм, но популизм, за которым стоит, посмотрите, довольно серьезные моменты. То есть в данном случае он сначала настаивает, что капитуляция, она была необходима, пусть он это слово не говорит. Иначе, говорит, гибла нация наша. Через две минуты он может сказать, что мы должны продолжать в том смысле, что там есть лобби или признать независимость. Президент Азербайджана сказал, ну признай независимость, если ты готов и если можешь. Ну признай. То есть человек опять продолжает вести вот эту линию. Параллельно он работает со своей оппозицией, которую пытаются уничтожить. Вчера он заявил, что я хочу, чтобы части из Карабаха вернулись и так далее. Опять-таки, я говорю, локализация, она не может сейчас касаться только Азербайджана и России. Армения со своей стороны, если не следит за тем, что было изложено в соглашении, ее нужно принуждать к этому. Я другого пути не вижу. Есть тут груза к преданию конфликту религиозного характера. Именно армянская сторона стремится предать религиозный характер в последние дни. Эта самая церковь Шуше, церковь Кальбаджарах, никто не оскверняет и никто не готовится там держать скот, как это было сделано в мечетях на оккупированных территориях Азербайджана. Никто этого делать не будет. Абсолютно. Но то, что армянская сторона стремится предать характер религию, религиозности, что, мол, дескать, азербайджанская сторона оскверняет памятники и так далее, и так далее. Никто не оскверняет и не собирается осквернить. Но то, что эта попытка будет дальше идти, я в это верю. Я верю, что во Франции найдутся интересные люди, которые будут педалировать именно этот христианский, я подчеркиваю, не православный вопрос, а христианский, потому что они понимают, что православная церковь в России не пойдет на какие-то провокации. И, следовательно, на какие-то провокации могут пойти, к сожалению, в Европе. Я понимаю, что определенные христианские организации в США, я имею в виду сектантские, не классические, традиционные, именно религиозные организации, возможно, что они могут пойти и в США после прихода к власти Байдена. Я в это верю, да, но снова-таки мы совместными усилиями и Азербайджан, и Россия, и Турция, и сознательная часть Армении, чтобы не потеряла она государственность, я думаю, что мы сумеем не допустить, чтобы эти камни упали на это соглашение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова